так начали да добрый день мы продолжаем сегодня наше занятие сегодня мы поговорим о 13 основных ошибках промахах которые люди допускают в жизни которые не стоило бы допускать но хочу начать с анекдота когда человек приходит к психологу или психиатру и говорит что меня очень мучает клаустрофобия то есть боязнь закрытых пространств и самый большой мой страх что не дай бог не про кого будет сказано меня хоронят заживо в гробу я из этого не могу жить и свожу всех с ума себя свожу с ума и в общем нет жизни и сидит перед ним такой пусталый психиатр и вдруг он на него как заорет хватит уже с этим хватит так вот нам иногда нужно просто сказать себе что вот хватит перестань есть вещи о которых мы все можем сказать это с вами когда-то говорили что очень многие сегодня тоже будем говорить что многие вещи которые мы чувствуем или делаем или не делаем они как бы связаны с нашим подсознанием вот наше наше какое-то поведение которое нас не устраивает она связана с нашим подсознанием свой реакции так вот если было так просто нам от всего этого избавиться то у нас в жизни было бы меньше сложности и трудностей в том что вот с нами происходит в принципе участвует два процесса происходящим с нами первый процесс это это наше подсознание да то есть то что у нас скрыто от нас и второе может быть он и первый процесс это сознание то есть я знаю что где и как и зачем я собираюсь делать но мне часто сложно это сделать знаете как тоже такой анекдот что женщина говорит я знаю когда я вышла замуж я знаю где вышла замуж на не знаю зачем я вышла замуж человек готовится допустим к лекции или презентации и и когда нужно начинать выступать то вдруг человек теряется забывает вообще все о чем он собирался говорить за чего это происходит это происходит из-за того что с одной стороны ты все знаешь ты хорошо подготовился ты владеешь значит ты информации которую ты хочешь передавать но наше подсознание оно реагирует в тысячи раз быстрее чем наше сознание и как бы ассоциативные механизмы они включаются гораздо быстрее и человек вдруг ассоциирует ситуацию в которой он находится с чем-то в прошлом не осознавая этого и это прошлое его каким-то образом пугает и тогда человек значит может войти в ступор растеряться там еще как-то отреагировать как бы он не хотел и вот мы сейчас поговорим о 13 пунктах которые мы до можем регулировать о тех пунктах то есть о тех причинах которых мы мы не можем регулировать мы с вами говорили об этих механизмах в прошлые разы еще много будем говорить но сегодня поговорим о том что мы можем просто активно не делать осознанно первый пункт это не тратить время на жалость к себе что что я имею ввиду это не то что нам нужно над собой издеваться измываться но очень часто у нас срабатывает механизм что когда мы что-то сделали и мы чувствуем что да вот я потрудился на славу и нужно еще что-то сделать мы говорим нет ну я вот сейчас могу отдохнуть я имею право там на отдых и так далее и тому подобное и наши мудрецы говорят что как себя вести в подобных ситуациях нужно учиться у наших праотцов о которых речь идет в торе тот момент когда а про отец авраам посылает свою услугу слугу лезера искать невесту для своего сына и цхака и сака в русской традиции то элиэзер придя туда куда он пришел он видит девушку ривку ребеку которая уже поет свой скот и она видит что человек не местный пришел не знает как здесь и что и она предлагает говорит давайте помогу сейчас напою и твоих верблюдов и свой скот напою то есть все сделано начала очень быстро там черпать воду из колодца и элиэза решать что вот да вот такую девушку можно брать в жены к сыну моего господина теперь что мы из этого учим что по сути дела ривка могла сказать что да ну не хочу я уже своих верблюдов попоила здоровый мужик пусть сам воду черпает для своих то есть она не проявила милосердие сострадание там к пришельцу и как бы ну можно и понять она устала она весь день спасла скот еще сейчас черпала из колодца воду и носила ее так что как бы ничего страшного ну не не напоила и не напоила чужих верблюдов она не обязана не обязана да то есть имею право вот элиэзеру именно очень понравилось то что она проявила как бы она инициировала вот такой милосердный акт благодаря тому что она это сделала она удалось стать одной из проматерей народа израиля то есть никогда не нужно упустить свой свой шанс например также наш мудрецы объясняют что первые люди адам и ева хава спрашивается если они были только вдвоем как смогло получиться так что змей искуситель разговаривал с женщиной без того чтобы муж вообще видел и вмешался и может быть как-то как-то что-то изменил да и не было бы грехопадение и так далее что происходило сказано что он задремал в это время мужчина задремал адам задремал в это время и опять же наши мудрецы говорят а чё он так сильно устал уже он только там пару часов назад был создан чё он вдруг лег задремать то есть упустил тоже можно сказать что упустил что-то упустил что повлияло на всю дальнейшую не только его жизнь но вообще на всю историю человечества то есть мы можем понять что от иногда неправильно сделанного выбора выбора в сторону того что вот мне главное не перенапрягаться помочь кому-то выручить кого-то оказать просто какое-то вот милосердие проявить доброту это очень часто это не очень часто просто такого закон мироздания что если мы преодолеваем свою лень свои какие-то не знаю домыслы и все-таки делаем это то мы всегда от этого только выигрыш то есть человеку кажется наоборот я сейчас полежу там отдохну или займусь своими делами а другой человек это его проблемы что с ним там происходит так творец нам говорит нет ребята вы ошибаетесь вот как раз когда вы преодолеваете себя свою лень там усталость может быть действительно самом деле все-таки помогаете другому человеку то вот этого только выигрываете у меня я могу привести даже свой пример когда я только познакомился со своей будущей женой мы познакомились в госпитале на практике мы были в разных группах познакомились мне девушка понравилась и вот мы шли по подземным переходом госпитале и нашло человек наверное 20 все значит в белом видно что мы работаем в этом госпитале и на перекрестке вот этих вот подземных переходов стоит женщина пожилая в такой растерянности видно что она вот что-то ищет и вот наша масса так на нее натекает и мы так проходим обтекаем ее со всех сторон и она так смотрит на лица проходящих так вопросительно и вот я вам говорю 20 человек видно что все работают здесь то есть все ориентируются в этом госпитале и вдруг она начинает так вот пропихиваться между людьми к моей будущей жене и говорит обращается к ней простите а как пройти куда-то и значит моя моя жена объяснила ей куда пройти а я ее спрашиваю а почему вы именно к ней подошли на эту не знаю вот как-то как-то она располагает так я даже не знаю почему это сделаю вы проталкивались через всех именно к ней я говорю мне просто интересно почему она говорит ну я не знаю что то меня вот так предрасположила вот и я понял что такую девушку упускать нельзя если она такая добрая санта к светится и потом как я в этом убедился потому что всегда все там маленькие детки все щеночки котята сразу все за ней идут как будто вот как-то вот от нее какое-то такое материнство какое-то такое милосердие исходит вот и всегда вот от этого качества человек только выигрывает поэтому нужно развивать себе это качество культивировать не считать что вот я там мною все пользуются конечно есть разумные границы там не нужно упасть и умереть помогая вот всем 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 но близким людям там или не только близким людям есть от себя человек попросил помощи и ты в принципе мог бы ему помочь то не стоит упускать такой шанс теперь второй момент из 13 моментов о которых мы сегодня говорим это не не в чем не обвинять других людей как бы свои проблемы жизни в своих жизненных проблемах не обвинять других людей и приведут такой пример такую притчу что жило было две семьи соседских в одной семье постоянные крики какие-то ссоры разборки а в другой семье тишина покой все хорошо и значит жена из первой шумной семьи говорит своему мужу говорит иди посмотри что у них так все время тихо как им это удается этот значит подглядывает там через забор к своим соседям и и видит что женщина моет пол стоит ведро возле дверей вдруг там женщина что-то отвлекается отходит а ведро оставляет у двери муж заходит в дом не обратил внимание что под ногами ведро споткнулся и ведро разлилось ну как бы и жена увидела что жену ведро разлилось и и начала сразу говорить мужевой извини это я такая растяпа оставила ведро возле дверей забыла что сейчас должен прийти тебя не предупредила ты из-за этого споткнулся в ведро а у них да нет это я под ноги не смотрю ты тут вообще ни при чем я же мог увидеть и вот они начинают друг друга оправдывать как бы почему разлилось это ведро то есть они не обвиняют друг друга оправдывают как бы из этого можно сделать вывод что все что у нас жизнь не происходит с нами не стоит искать виноватых где-то да нужно понимать что и вот так произошло даже если какой-то человек участвовал в том что произошло все равно это был мой выбор что я так поступил или не поступил и ваша жизнь будет как бы более спокойной то есть не нужно там себя пожирать и самоуничижением таким заниматься нужно просто как бы понять ну хорошо я так поступил я видимо ошибся ничего бывает ну такова жизнь потому что искать виноватого это непродуктивно я слышал что в японии чтобы не происходило там на производстве или еще где-то не ищут виноватого ищут что делать и как избежать в будущем подобного подобных неприятностей как я говорю что вот самого себя тоже пожирать абсолютно непродуктивно это ничего не дает нужно сделать выводы и продолжать дальше теперь третий момент есть такое понятие психологии зона комфорта то есть это состояние или место в котором мы чувствуем это состояние или как бы происходящая реальность которой нам очень комфортно и мы долго в этом состоянии находимся мы не хотим ничего менять то есть мы как бы в такое приятно в приятной тинке такой сидим приятном болотце то есть на жизнь ничего не меняется мы ко всему привыкли все очень хорошо все очень замечательно то есть это право человека человек может сказать не так удобно и я готов так вот всю свою жизнь прожить например там есть люди которые там выбирают место работы где надежно спокойно ну заработок не очень большой но зато постоянный и вот так и живут и в 20 лет там говоришь с парнем зачем ты например у нас в израиле государственная служба она считается такой стабильный постоянный зарплата постоянная и молодого человека спрашиваешь зачем ты тут сидишь там вот на этой должности ты же получаешь копейки у тебя никакого роста ни профессионального ни личностного не наблюдается на этой должности зачем ты сидишь это зато вот капает каждый месяц постоянная зарплата как бы право этого человека но такой человек он действительно не растет не развивается вот и нужно понять что вот и выходя из этой зоны комфорта и ощущая какие-то неудобства мы это делаем не просто так вот чтобы ощутить неудобство мы не мазохисты просто когда человека начинает припекать то человек начинает шевелиться то есть это стимулирует человека идти дальше искать лучше и это неплохо это неплохо и не нужно бояться если вдруг ну вот там человек даже сидел вот всю жизнь там на какой-то одной должности или жил в каком-то месте потом переехал в другую страну или в другой город неважно куда или нашел там та работа где он работал раньше все закрылось это место нужно искать новую работу люди часто входят в панику ой что будет я же привык к тому что было никогда этого не нужно бояться потому что все в руках божьих если творец так делает значит что-то он подготовил для тебя более интересное и единственное почему ты можешь не получить это более интересное и более выгодное лишь потому что ты себя настолько запугиваешь что вообще не соображаешь как бы какие старания прикладывать и и просто просто запугиваешься настолько что ты не видишь адекватной реальности поэтому если человек не напрягаясь спокойно принимает реальность хорошо это закончил сейчас вот надо посмотреть а что новое для меня творец подготовил потому что творец обещает что будет пропитание у каждого и будет денег будет пища как говорится да и значит он для меня что-то приготовил когда человек так начинает относиться к реальности ему легче разглядеть какой следующий шаг поэтому ни в коем случае не стоит бояться оставлять зону комфорта и изменять как бы свое положение в реальности теперь четвертый момент это не тратить энергию попусту на то что ты не можешь контролировать на то что от тебя не зависит например очень часто бывают люди там бурно реагируют если что-то разбилось или что-то там сломалось что-то произошло да там часто дети могут что-то натворить и родители очень сердятся понимаете как бы ну оно уже случилось то есть разбитая ваза обратно целой не станет орать пугать ребенка абсолютно не следует не стоит потому что ну это ничего не дает кроме 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 негатива и отдаление от вас ребенка и создание ситуации в которой ребенок там может получить какую-то эмоциональную травму какой-то шок нежела нежелательный очень например если в семейных отношениях между мужем и женой кто-то совершил необдуманный поступок который принес какие-то неудобства в семью в отношения пилить друг друга вот продолжать ну как ты мог нет ну вот как ну как ты мог так поступить ну кроме того что вы рвете сердце себе и своему близкому человеку ничего кроме этого не получается опять же учим истории что когда творец создавал первого человека адама он его создал прикрепленным спиной к его будущей жене еве хави вот и представьте вот быть вот прикрепленными друг другу спиной затылком да то есть они один хочет туда другой хочет туда теперь спрашивается зачем творец сначала так сделал потом он их разделил но зачем он сначала так сделал что вот спереди было лицо адама и тело да сзади лицо его жены и тело и наши мудрецы говорят чтобы люди понимали что они одно единое целое во-первых пара понимала муж и жена это одно единое целое а во вторых что нужно учиться уступать потому что если бы они не уступали друг другу то они бы никуда не пошли как помните тени толкай лебедь рак и щука да то есть каждый бы тянул в свою сторону никто бы никуда не двигался поэтому для того чтобы что-то куда-то продвигалось нужно уступать в том и также уступать в каких-то стрессовых ситуациях то есть не давать волю своим каким-то эмоциям которым хочется вот вылететь наружу и разрядиться а наоборот поддержать человека есть даже такое понятие вот сегодняшнюю нашу лекцию вот я строю на уроке Рауфангера у него есть такое понятие он говорит что нужно развивать мышцы терпения да также как человек может развивать свои мышцы скелетные также вот какие-то механизмы терпения тоже нужно развивать поэтому вместо того чтобы обвинять друг друга лучше просто поддерживать теперь пятый момент это не пытаться быть хорошим для всех нравиться всем ну потому что это просто невозможно потому что ну кому-то явно твой тип не по душе и вот то что мы говорили что вот нужно проявлять милосердие все если если вы видите что это вот как бы помощь которого нужно помочь не вы видите что вас начинают использовать при том как ну говорится по грязному да то это абсолютно не правильно продолжать якобы помогать тему человеку тоже просто использование у нас есть заповедь которая говорит, что мы должны любить ближнего как самого себя. Но для того, чтобы любить ближнего, нужно все-таки любить себя. Это не говорит, речь не идет о эгоизме, а речь именно идет о правильном отношении к себе, уважении к себе, любви в себе с твоего божественного начала. А когда тебя используют, это уже говорит о том, что твое божественное начало никого не интересует, и тебя просто как какой-то винтик пытаются использовать. Шестой момент. Человеку нужно учиться не бояться идти на обдуманные риски. То есть в пустую рисковать, конечно, не стоит, но там, допустим, ну как пример, да, человеку нужно попробовать, человеку нужно купить себе в своей семье жилье. Человек думает, а вот я смогу всегда выплачивать это жилье, не смогу его выплачивать, это всегда риск. То есть, ну, ты же не можешь жить на улице. То есть с Божьей помощью так постарайся адекватно оценить, что у тебя сейчас происходит, вот с твоими возможностями. А в будущем там Творец велик, с Божьей помощью все будет хорошо. Или самый большой вот такой рисковый шаг, когда люди знакомятся, встречаются, нравятся друг другу, и потом нужно решаться все-таки создать семью, да, жениться. И вот людей начинает атаковать наше негативное начало, может быть, вот еще подумать, особенно это свойственно мужчинам. У женщин тоже такое бывает, но мужчины думают, а вдруг я найду лучше, красивее, моложе, умнее и так далее. Вот, на самом деле, это всегда проделки нашего негативного начала. То есть, если тебе человек подходит, ты видишь по объективным критериям, то делай шаг вперед, делай предложение, да, создавай семью, потому что она уже тебе там намекает, что уже неплохо было бы тут, чтобы что-то появилось, да, на пальце. Вот. Это всегда риск. Очень часто люди спрашивают, особенно люди, которые слишком засиделись в своей холостяцкой жизни, а вдруг, а вдруг, а вдруг. Чем человек моложе, тем легче ему сделать этот шаг. Он не настолько запуган жизнью, чем человек более зрелый. Вот. Не нужно бояться обдуманно рисковать. Седьмой момент. Человеку не стоит жить прошлым и напоминать себе или другому человеку об этом негативном прошлом. То есть, даже позитивным прошлым тоже не стоит особенно жить. Вот. Очень часто у нас в Израиле люди, которые приезжают из бывшего Советского Союза, начинают, вот там у меня была должность, там у меня был дом, там у меня вот все было, а здесь у меня ничего нет, мне нужно все с нуля. Вот человек все время живет в воспоминаниях, как было хорошо там. Таким образом, он у себя, по сути дела, ворует настоящее, потому что вместо того, чтобы жить сегодняшним днем, получать удовольствие от того, от чего он может его сегодня получать, он все-таки там продолжает жить. Вот. А вот тогда, вот было. И так далее. Это абсолютно неправильно. Нужно уметь расстаться со своим прошлым и жить настоящим. И по поводу напоминания себе и другим людям о негативном прошлом, когда человек совершил какую-то ошибку, вот каждый раз его потакать этим, это тоже неправильно. Разрушаются отношения между людьми. Это ничего не дает, кроме как негатива накапливающегося и отдаление друг от друга. То есть, если человек уже сделал выводы, ему ни в коем случае не стоит напоминать о прошлом. Теперь восьмой момент – это человек должен не наступать на одни и те же грабли, то есть не делать тех ошибок, которые он делал в прошлом. Например, вот такой приведу пример. Если человек знает, что вот ему не стоит пить больше, чем нужно, алкоголя, да, то есть он знает по прошлому своему опыту, что ничем хорошим это не заканчивается. И все равно каждый раз, вот он думает, но в этот раз пронесет. И вот опять же описывается в туранической литературе следующее событие, что Ноах, Ной, когда вышел из своего ковчега, то к нему пришел ангел Сатана, но и решил посадить виноградную лозу. И Сатана его спросила, зачем ты это делаешь? Он говорит, ну, вырастут сладкие плоды, очень вкусные, из которых можно сделать вино, и потом можно вот выпить вина, ну, как бы говоря нашими словами, открывается сознание человека, и как бы человек может очень больших духовных вершин достичь. Чтобы навредить Ное и всему последующему от него человечеству, потому что мы все, по сути дела, происходим. Вот Ноаха, Ноя. Сатана решил сделать следующее. Он убил четырех животных, и их кровью полил, значит, первую виноградную лозу, которая была посажена после потопа. И этими животными, которых убил Сатана, это были овца, лев, обезьяна и свинья. И вот наши мудрецы говорят, что поэтому, если человек там выпивает больше, чем может, больше, чем нужно, сначала вроде бы он такой смиренный, как овечка, потом вдруг он становится героическим, как лев, потом он ведет себя просто как клоун, как обезьяна начинает себя вести, а потом он как свинья валяется где-нибудь. Поэтому, если человек знает, что вот он допускал какие-то ошибки в прошлом, то не стоит еще раз как бы в тех же аспектах поступать так же. например, это можно сказать и о том, что когда человеку что-то нужно, он начинает искать что-то, ищет в одних и тех же местах. То есть, есть такой опыт психологический, когда один человек выходит из аудитории, а все остальные что-то прячут. Ну, то, что ему известно, тому, кто вышел. и вот он должен прийти и найти это. Знаете, там ему говорят холодно, горячо, там тепло и так далее, когда он приближается. И вот очень часто видно, что вот человек заходит и вот куда-то начинает в каком-то направлении идти, ему говорят холодно. Он, значит, изменяет свое направление, еще куда-то пробует, еще пока все холодно. И вдруг потом он опять идет туда, куда он уже ходил. Тебе уже там сказали, холодно, что-то туда опять поперся. То есть, в чем проблема? В том, что человек действует механически. Вот он какие-то вот что-то подсознание вот толкает почему-то именно в этих направлениях что-то искать. да, или не обязательно искать какой-то предмет, а вот там искать что-то важное в своей жизни, какие-то достижения, кого-то искать, свою пару искать. И вот ты уже там искал, ну вот что ты тут опять идешь? Или ты уже так пробовал, зачем ты опять это делаешь? То есть, в этот момент человек должен остановиться и сказать себе, что вот секундочку, я хочу перейти с этого механического режима действия на осознанное, а где я еще не был, а что я еще не пробовал? То есть, постараться так порассуждать и почувствовать, что все-таки тебе нужно делать для того, чтобы достичь своей цели. Девятый момент, тоже очень важный, никогда не препятствовать успеху других, не завидовать, не злорадствовать, если у человека не успех. То есть, допустим, если ты очень хочешь выйти замуж или жениться, у тебя никак не получается, а у твоей подруги или друга да, получилось, и он счастлив, или там найти работу, или заработать денег, или построить дом, родить ребенка, неважно что, умей порадоваться за другого человека, и вот действительно нужно себя воспитывать, культивировать в себе, направлять себя, постоянно искренне радоваться за других людей. Я не помню, говорил вам или нет, мне как-то сосед рядом с моим домом, стоит мой дом, его дом, и он начал делать ремонт, и вдруг я вижу, приезжает проверяющая из муниципалитета, там, посмотреть, не нарушает ли он что-то в строительстве, ну, окей, приехал и приехал, на следующий день опять, смотрю, приехал, потом он стал два раза в день приезжать, и я говорю, слушай, а что ты так зачастил сюда, к этому проверяющему, я говорю, что, больше некого проверять, что ли, ну, ты что думаешь, мы по своей воле, как бы, вот, вот, приезжаем куда-то, мы приезжаем, когда есть жалобы населения, а кто население, соседи, да, то есть соседи видят, что их сосед стал строить, там, что-то разрушил, что-то пристраивает, мне сказал, 23 жалобы было за последнюю неделю, что вот у вас какие-то тут нарушения идут, он говорит, я бы так сам и не приехал, то есть вместо того, чтобы порадоваться за человека, начинают вот, то, что называется, стучать, абсолютно, абсолютно, как бы, незачем и не для чего, нужно оборот себя настраивать, вот я, как бы, я себя приучил, и детей своих учу, что вот мы идем где-то, абсолютно вдруг в каком-то месте, вот вижу, там, что кто-то делает ремонт, я говорю, дети, смотрите, как здорово, слава Богу, у человека есть возможности, деньги там, вот он делает себе ремонт, ему будет хорошо, он будет счастлив, у него будет больше места, их семье будет удобнее, или там, вот смотрите, дети, сосед купил новую хорошую машину, слава Богу, значит, пусть ему будет хорошо, пусть он ездит в хорошем направлении, пусть его Бог бережет, будет все безопасно, и пусть он получает большое удовольствие от этой машины, то есть постоянно как бы себя настраивает на то, чтобы искренне радоваться за другого человека, что подруга купила красивое платье, что там, и так далее, и тому подобное. Теперь, десятый момент, это никогда не отчаиваться от неудач, которые часто постигают нас. Известно в науке, что там многие изобретения, которые изменили всю жизнь, всю вообще историю человечества, часто изобретались в результате очень многих проб и ошибок, и только благодаря настойчивости изобретателя они увидели свет. Там я помню, что электрическая лампа, когда изобреталась, по-моему, 200 предыдущих проектов не сработали, но все равно продолжалась работа над изобретением электрической лампочки. Например, я думаю, что все знают, есть такая такой спрей, спрей или просто жидкость, который называется WD-40, WD-40, ее в России называют, я слышал, WD-шка ее называют, то есть ее используют там для смазки, такой спрей, чтобы там двери не скрипели, там механики различные используют, и оказывается, у нее очень много есть разных полезных свойств, там она и чистит, и смазывает, и что только не делает. теперь почему она называется, почему у нее вот идет такой вот такие цифры, да, 40, потому что 40 раз предыдущих, когда ее изобретали, не получалось, вот это был 40-ой раз, когда она получилась, то есть очень часто люди отчаиваются, после одного-двух раз попробовали, а не, у меня не получается, не, 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 если вы видите, что вот вы на правильном пути, вы вот живете своей идеей, то не стоит от нее отказываться, стоит пробовать еще раз, еще раз, еще раз, теперь, одиннадцатый момент, человек должен не бояться остаться один, что это значит, не значит, что у него нет, не дай бог, там что-то случилось с его близкими людьми, иногда бывает ситуация, вот ты оказался один, там, я не знаю, там, потерялся в лесу, или там еще какой-то вот такой катаклизм, да, ты остался один, и не только в физическом плане один, а допустим, вот ты чем-то занимаешься, и все, кто были рядом с тобой по каким-либо причинам не продолжают с тобой, то есть не нужно бояться того, что вот я остался один, человеку обычно страшно, я не справлюсь, у меня не получится, ничего подобного, если ты сосредоточишься, как бы будешь правильно использовать свои ресурсы, у тебя все обязательно получится, продолжай, то есть бояться этого не нужно, никогда, это тоже одно из испытаний, которое нам посылается свыше, для того, чтобы укрепить нашу уверенность, веру и в себя, и в Всевышнего, то есть никогда не бояться. Теперь двенадцатый момент, который тоже очень важен, нужно запомнить и понять, что по сути дела вокруг тебя в мироздании тебе никто ничего не должен, и очень часто человеку свойственно обижаться на близких, мужу, допустим, на жену, жене на мужа, родителям на детей, детям на родителей, вот я вернулся усталый с работы домой, а жена не приготовила ужин, или я вот в ребенка столько вложил, а он со мной как-то некрасиво разговаривает и так далее и тому подобное, или я помогал столько своему другу, а вот когда мне нужна помощь, он не может мне помочь. То есть можно перечислять до бесконечности. Если человек живет с таким настроем, что мне никто ничего не должен и не ожидает ни от кого ничего, то что бы он не получил приятного от кого-то, он это воспринимает как вау, как чудо какое-то, а не как должное. И тогда очень легко становится жить, потому что ты не мучаешься, ты не осуждаешь никого, ты не чувствуешь угрызений совести своих, что вот я, наверное, должен был бы там как-то поступить или не поступить. Ну, если можешь поступи, не можешь, не поступи. Если ты понимаешь, что ты поступил неправильно, попроси прощения там, и спокойно живи дальше, не нужно как бы обижаться ни на кого, и из-за того, что тебе казалось, что тебе человек что-то должен, а ты, а он так не поступил. У меня очень часто в жизни были ситуации, когда люди, с которыми я был связан, и которым объективно очень во многом помогал, ну, очень объективно, несравнимо больше, чем вообще этот человек мог что-то для меня сделать. Старался просто чисто по-человечески помочь. И потом, когда человек достигал какой-то своей цели, он как бы либо пропадал, либо даже мог, было несколько случаев, когда он говорил что-то плохое обо мне. И когда мне становилось, к сожалению, об этом известно, то я, опять же, как бы всегда старался, приучал себя спокойно реагировать на это, потому что моей целью была не благодарность этого человека, а возможность сделать для него что-то хорошее, помочь ему, потому что я видел, что у меня есть такие, у меня есть возможности помочь этому человеку. Вот. И то, что он там ведет себя не так, как хотелось бы, ну, бог ему судья, это его выбор. То есть я на него абсолютно не обижаюсь, не сержусь, но так получилось. Вот. Поэтому не нужно никогда себя настраивать на то, что вот этот мне должен это, а этот должен то, как вы знаете, есть такая пословица, что делай добро и бросай его в воду. Да, то есть вот то, что ты дал кому-то, забудь об этом, ты дал, ты молодец, ты правильно поступил. Когда для тебя что-то хорошее сделали, вот тогда помни, да, оцени это, помни, и тогда у тебя все будет хорошо в жизни. Кстати, вот опять же, возвращаясь к отношениям в семье, между мужем и женой, опять же, люди очень часто принимают как должное какие-то вещи, что вот жена должна там приготовить, постирать, убрать, погладить, у нас жена, она должна, вот, или там муж должен там что-то починить, что-то решить, какие-то вопросы и так далее, и там подобное. Ну, конечно, как бы в браке муж и жена друг другу, друг другу должны что-то, да, то есть вот я твоя жена, ты мой муж, вот, мы должны друг о друге заботиться, но если при этом за каждую мелочь вы будете друг друга благодарить и показывать, что вы не воспринимаете это как должное, а принимаете как как бы такое проявление доброты, милосердия, то это еще больше будет укреплять ваши отношения и чисто психологически создавать у каждой из сторон еще больше желания вкладывать друг в друга. Поэтому, когда мужчина, вам жена погладила рубашку, не забудьте ее поблагодарить за это. И, соответственно, то же самое женщина, если муж что-то сделал, там, обязательно его похвалите. Отметьте, что вы заметили. Это очень важно. Вот. И мы также, вот, тринадцатый момент, он немножко с десятым пересекается. Десятым мы говорили, что не отчаиваться от неудачи. А тринадцатый момент, это не ожидать быстрых результатов. На иврите есть такая поговорка, что вот, то, что быстро и легко приходит, так же быстро и легко уходит. То есть, любые достижения, в которых ты не прикладывал усилий, очень быстро от тебя могут уходить. И, поэтому, если вот тебе нужно чего-то достаточно долго ждать, прикладывать усилия, этого не нужно бояться. Наоборот, чем больше усилий ты прикладываешь в правильных усилий, то тем целостнее будет твой результат. Например, человек хочет заняться своим здоровьем, заняться спортом, у него что-то получается, что-то не получается, продолжай заниматься, ты знаешь, что на правильном пути, ты знаешь, что ты хочешь достичь здорового состояния тела или там каких-то спортивных результатов, продолжай то же самое там в профессиональной деятельности. Все взрослые люди знаем, что для того, чтобы стать профессионалом, там за один день никто профессионалом не становится, нужен опыт, нужна практика, неоднократные попытки достичь успеха и даже иногда неуспеха, то есть это все нормально, естественный ход событий, и не нужно этого никогда бояться, что вот результат, он приходит со временем. Разумеется, так воспитывать детей, что ничего страшного, что у тебя не получается, давай еще раз попробуем, и также со временем стоит детям, допустим, детей заинтересовывать какими-то более сложными играми, конструкторами, там какими-то раскрасками, где ему все больше и больше времени или ей приходится затрачивать для того, чтобы достичь нужного результата, таким образом вы воспитываете в ребенке трудоспособность, усидчивость, умение работать. Поэтому ребенку тоже нужно изначально всегда объяснять, что вот смотри, мы сейчас будем это делать, может быть, мы сегодня не закончим, может, мы закончим завтра, или мы закончим еще там через какое-то время, но как бы и тогда будет результат, и это хорошо и правильно, ничего неправильного, сложного или постыдного или еще какого-то в этом нет. Вот. Это 13 пунктов, о которых я хотел поговорить, и я советовал бы вам время от времени напоминать себе эти пункты, потому что если их придерживаться, то можно как бы многих проблем, многие проблемы в жизни обойти эмоционально и психологически, и очень часто люди ко мне приходят, и практически всегда один из этих 13 пунктов, он и является основой их проблемы, то есть таким подводным камнем, на котором зиждется их проблема, поэтому время от времени просматривайте эти 13 пунктов, я вот их сейчас оглашу, просто зачитаю по порядку, первое это не тратить время на жалость к себе, второе не обвинять других в своих проблемах, смотреть только на себя, искать вот почему я, в чем я ошибся сам, третий момент не бояться покинуть зону комфорта, четвертый не тратить энергию на то, что не можешь контролировать или изменить, пятый не пытаться быть хорошим, нравиться всем, то есть быть хорошим для всех и нравиться всем, шестой это не бояться идти на обдуманные риски, седьмой не жить прошлым и не напоминать себе и окружающим о негативном прошлом исправленном уже или опять же том, которое невозможно изменить, восьмое не делать тех же ошибок, которые вы уже однажды допускали, не наступать на те же грабли, девятый момент не препятствовать успеху других, не завидовать, не злорадствовать, наоборот радоваться, десятый момент это не отчаиваться от неудачи, десятый не бояться остаться одному, двенадцатый жить с ощущением, что тебе никто ничего не должен и тринадцатый момент это не ожидать быстрых результатов, еще раз говорю, что если вот вы будете этого придерживаться, очень многое в жизни станет легче, проще, гармоничнее, вопросы? Вопросы по этой теме есть ли у кого-то? раз если нет вопросов, то тогда заканчиваем. Хорошо, всем всего доброго, спасибо за всем есть о чем подумать. Да, да. Спасибо, Саша. Всего доброго, до свидания. !